В конце минувшей недели в Свердловской области прошел трехдневный рейд по выявлению таксистов-нелегалов. Вместе с инспекторами ГИБДД на улицы вышли сотрудники Федеральной миграционной службы. Съемочная группа ночных новостей в течение часа присутствовала на одном из мобильных постов, организованных участниками рейда на улице Малышева. Вместе известным старожилам Екатеринбурга как Бабушкин Комод, где в 90-е годы прошлого столетия по ночам стояли совсем другие патрули. Инспекторы останавливали машины самых распространенных у таксистов моделей. Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid, Lada Grand. Сегодняшний конкретно рейд в первую очередь направлен на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения водителями такси и транспортных средств, которые нелегально используются в такси. И в первую очередь под управлением иностранных граждан. Помимо обычных водительских прав и свидетельств о регистрации транспортного средства, остановленным водителям предлагалось предъявить паспорт, миграционную карту и патент на право работы в России. Что обращаете внимание? Иностранный гражданин заезжает на дату заезда в Российскую Федерацию. У него есть 90 суток законного пребывания здесь. 30 суток у него с момента заезда на оформление подачи на патент. Для определенных... Взбекистан, Взбекистан. Сейчас проверим. Один час проведения мероприятия, которое помимо сотрудников ГИБДД, также принимает участие сотрудники подразделения миграционной службы. Выявлено 5 водителей легкового такси иностранных граждан, которые незаконно находятся на территории Российской Федерации. Они все сейчас задержаны, будут доставлены в территориальное подразделение органов внутренних дел для составления административных материалов и дальнейшего выдворения с территории Российской Федерации. За тот же час гаишники выявили трех водителей, имевших при себе только водительские удостоверения своих стран, но не имевших российских прав. Три водителя из данных задержанных лиц также не имеют российского водительского удостоверения, что является нарушением законодательства в сфере безопасности дорожного движения. То есть точно так же по ним сотрудниками госавтоинспекции составляются административные материалы по статье 12.7 Кодекса административных правонарушений. Штраф от 5 до 15 тысяч и задержание транспортного средства. Один из задержанных не имел при себе не только российских, но и своих таджикских водительских прав. Здравствуйте, Гаигорина, старший саджан Калюкс, прежде всего, ваше водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства. Это печально, давайте тогда, какие документы, есть паспорт и свидетельство на автомобиль ваш. Вы у нас гражданин Таджикистана? Нет, вопрос о миграции. Паспорт, у вас есть миграционный, а патент что у вас? Юракадемия. Да, юракадемия. Юракадемия. Юракадемия? Да. На каком факультете? На каком? Юстиции. Юстиция? Студент сообщил, что потерял свои права и сейчас занимается их восстановлением. Тем не менее, на это время подработку в такси решил не бросать. Два месяца. Три месяца? Три месяца. А что сложно делать? На восстановление. На восстановление. Документы подпишу, буду сделать. Так, а трудности есть, что-то нет? Нет. Пятый курс скоро заканчивают. Студент. Сами знаете, как живут. За первый день рейда проверяющие выявили 15 таксистов-нелегалов. Окончательные итоги за все три дня профилактического мероприятия еще не подведены. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята, вместе мы выстоим.